Первого сентября Северная дамба будет открыта для движения электротранспорта, трамвая фитролейбусов. Сейчас идут последние приготовления. Рабочие заваривают рельсовые швы, заливают бетоном бордюрные ограждения. По итогам работ рельсошпальная решетка будет капитально отремонтирована. Положены новые плиты. Все это позволит повысить трафик движения на дамбе. Однако увеличивать количество электротранспорта в администрации не планируют. В увеличении количества подвижного состава, наверное, пока смысла нет. Потому что участок по Северной дамбе, они приедут быстро, но мы не будем забывать, что у нас есть достаточно протяженный светофор на цирке, на котором мы стоим по несколько минут. И если мы увеличим количество вагонов, то просто вся дамба встанет в трамваях. Перед запуском трамваев по Северной дамбе также планируется провести процедуру нормирования скоростей. Эксперты различных служб Департамента дорог и транспорта на специальном составе будут проводить замеры и определять необходимую скорость движения на этом участке. Ведь после ремонта дамбы она должна значительно вырасти. На подъем скорость была 40 км в час, на спуск 20 км в час. Но мы планируем в будущем увеличить эту скорость на 10 км в час примерно и для спуска, и для подъема. Ну, с учетом тоже светофорных фаз, белолунных светофоров, которые именно для трамваев светят. Несмотря на изменение скорости, расписание движения трамваев никак не поменяется. Новое полотно дамбы будет лишь возможностью нагнать необходимое время в графике движения. Помимо завершающих работ, на самой дамбе активно приводится в порядок путевое хозяйство. Рельсы по Уральской, Розалии-Землячке, Ивановской. Многие работы попросту невозможно было осуществить из-за плотного графика движения трамваев. Сейчас, когда есть перерыв, путевая бригада может привести все в порядок. В Департаменте дорог и транспорта уверены, что новое покрытие для трамваев на дамбе позволит вывести трамвайные перевозки на этом участке на более комфортный уровень.